29 мая в Санкт-Петербурге евхористическая процессия прошла по центральным улицам города, объединив два храма Лурской Божьей Матери и Святой Екатерины Александрийской. Ее возглавил архиепископ Павел Петце, митрополит архиепархии Матери Божией в Москве. В шествии приняло участие несколько сотен католиков города на Неве. Традиция выходить на улицы с пресвятыми дарами насчитывает несколько веков. Каждый год в торжество пресвятых тела и крови Христа миллионы католиков в различных уголках мира торжественным и красочным шествием проставляют дар Евхаристии. Не исключение России. К сожалению, путь петербургской процессии пролегал по тортуарам. Выходить на проезжую часть за небольшим исключением не разрешали. Забавно было, когда на одном из перекрестков католики поравнялись с группой кришнаитов, устроившие около памятника Маяковскому свой праздник. Процессия прерывается на четыре так называемых «стояния», во время которых читаются фрагменты Евангелия, повествующего о Евхаристии и ее прообразах. А также почитаются пресвятые дары, которыми благословляют верующих и город. Если говорить об истории, то процессия тела и крови Христа по улицам Петрограда проходила лишь дважды в 1917 и 1918 годах. Больше власти разрешения на шествие по улицам города не давали. Публичные процессии со святыми дарами были возобновлены лишь в 1997 году вокруг храма святого Станислава. Вскоре их стали проводить и вокруг других петербургских католических церквей. Но лишь в 2013 году процессия связала два храма, те же, что и в этом году. Маршрут евхаристического шествия пролегал вдоль открыточных видов города, мимо цирка Гаитана Ченезелли, рядом с Михайловским замком, возведенным при участии Венчанце Бренне. Процессия прошла по площади искусств, ансамбль которой был создан по проекту Карла Росси. Стоит ли назвать вероисповедание всех этих архитекторов? Завершилось шествие на ступенях базилики Святой Екатерины, которая в этом году является одним из юбилейных храмов Года Милосердия. При святые дары благословили главную магистраль города Святого Петра – Невский проспект. Затем через ворота Милосердия верующие вошли в храм, где все вместе пропели древний гимн «Тебя Бога хвалим». Его слова – это искренняя благодарность за великие дела. Католики вновь торжественно шествуют по центральным улицам Санкт-Петербурга, возведенного в том числе и их единоверцами, что лишний раз подчеркивает многонациональный характер, гордо на Неве.